В этом году наш коллектив дважды осуществил гастрольный тур, один из которых был по городам Белоруссии. Далее мы уже работали на стационаре, готовились к юбилею, готовили юбилейную программу. И перед самым празднованием юбилея, практически это было в октябре, состоялся гастрольный тур по городам Сибири. Мы доехали, начиная от Краснодара через Пензу-Италияти до Барнаула. И что касается, как встречают коллектив, коллектив встречают везде восторженно. Восторженно, в войнах знают, в войнах ждут. У войнаха очень большая гастрольная география, и несколько десятилетий, и несколько поколений поклонников по всей стране у войнаха есть. Сегодня в репертуаре несколько десятков танцев, среди которых уже культовые постановки, полюбившиеся, знакомые постановки. Ну и в юбилейном концерте завтра мы покажем и новые хореографические картины, постановки, миниатюры, которые, я думаю, очень понравятся нашим зрителям. Все национальное, я бы сказала, все национальное, оно очень востребовано, потому что я думаю, что человечество уже перешагнуло вот эту потребность в таком, в глобальном искусстве, у которого нет опоры на национальные обычаи и традиции. Каждый народ интересен своей культурой, своей историей, своими традициями, своими обычаями. Вот как раз в войнах он, есть такое звание у войнаха, уже даже официальная, визитная карточка культуры Чеченской республики. Но наряду с этим в войнах называют хранителем чеченских традиций и обычаев. В чем это выражается? Ну, в войнах это не просто танец. Когда вы смотрите наши концерты, наши постановки, вы можете заметить, что звучит национальная музыка. Ребята одеты в красивые национальные костюмы. Они исполняют национальный танец, который повествует о нашей истории, о наших обычаях, традициях, о взаимоотношениях, о таком чувстве, как любовь. Любовь к родине, любовь к матери, любовь к женщине. И в первую очередь это искусство, оно позволяет нам говорить, что мы занимаемся популяризацией чеченской культуры, популяризацией всего национального. Я думаю, что это востребовано, это важно. И на этом пути мы не собираемся останавливаться, а будем идти только вперед. Ветераны ансамбля, они приходят на наши репетиции, общаются. Ветераны с нами и работают в коллективе. То есть и художественный руководитель, и главный балетминистр, и балетминистр-постановщик, и ассистент балетминистра. Это все ветераны, это люди, прошедшие в творческую школу Войнаха. Поэтому и завтра тоже у нас приглашены ветераны, они будут присутствовать на концерте. Это очень правильное взаимоотношение поколений, которое взаимообогащает нас. А как мы воспринимаем свой танец в исполнении артиста другой национальности? Расторженно. Это называется взаимоуважение. Взаимоуважение, это такие добрососедские отношения, когда мы исполняем песни на языках соседних народов, других народов, и исполняем их танцы. Это хорошая такая древняя кавказская практика. Хочу сказать следующее, что тем, что сегодня себя представляет Войнах, материально-техническая база, наши костюмы, наши возможности ездить, показывая свое творчество по всему миру, мы этим обязаны руководству республики. Ни у одного коллектива в России нет такой репетиционной базы, как у Войнаха. Внимание руководства чувствуем к себе. Неизвестно, как сложилась бы судьба нашего коллектива, если бы своим волевым решением первый президент Чеченской республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров дал Азут Обл-Дойсун. Если бы он не принял решение вернуть ансамбль Войнах на родину, чтобы своим творчеством ансамбль вдохновлял жителей, которые были сломлены войной. Это было решение очень мудрое, вот как показывает жизнь. И с этого началась новая история Войнаха, и мы эту историю продолжаем на сцене. После юбилея, да, у нас запланированы гастроли, немножко отдохнем после юбилея, совсем недолго. И дальше продолжим свою концертную деятельность, показывая чеченское национальное хореографическое искусство по странам России и по всему миру. Ну и, конечно, я не могу не сказать слова благодарности в адрес главы Чеченской республики, героя России Рамзана Ахмадовича Кадырова, который поддерживает нас настолько, что коллективы, наши коллеги по региону северокавказскому и по стране, они нам и завидуют, и удивляются, и радуются за нас, что такое отношение к нам. И мы себя чувствуем, как за каменной стеной, потому что на защите у национальной культуры есть такой человек, как наш глава. Продолжение следует...